Украинская столица 19.00 в эфире выпуск новостей с главными событиями к этому часу. Очередные обыски в домах крымских татар. На этот раз под прицел российских силовиков в оккупированном Крыму попала семья Османа Белялова. Он брат Мемета Белялова, фигурант дела Бахчисарайской четверки Хизбут Тахрир. Эту организацию в России считают террористической. Самого Османа уже задерживали якобы за организацию несанкционированного митинга против репрессий в отношении крымских татар. В дом крымско-татарского активиста Османа Белялова в Бахчисарае российские силовики нагрянули традиционно ранним утром. Его жена и трое детей были одни. Глава семьи уехал по делам в Симферополь, но до места назначения не доехал. Связи с ним нет. Осман Белялов тоже активный мусульманин, который участвует в проведении праздников. Так же, как и мы, никогда не пропускает всяческие обыски. Конкретно нам неизвестно, из-за чего этот обыск. У дома Белялова стали собираться соотечественники. Его отца Ришата Белялова задержали. Также силовики подошли к двум молодым людям, которые вели видеосъемку. Все, ну надо документы с собой. Руки, руки убери. Ужаемый, документы ваши. Какие документы? Паспорт. К вам сотрудник обращается. Нет у меня документов. Со стороны силовых структур или они хотят, чтобы это было, как-то проходило, менее информированно, чтобы общественность об этом не знала. Может, поэтому их забрали? Вот так нам это кажется. Задержанными оказались Эльдар Умеров и Силийм Тейфуков. Их отвезли в Бахчисарайское РОВД. После допроса и снятия отпечатков пальцев их и отца Османа Белялова отпустили. Интересовало так называемых правоохранителей, кто организовывает поддержку тем, у кого проходят обыски. Начал спрашивать за это. А кто организовывал пикеты за Солидар? Вы участвовали? Я вам покажу видео. Я сам ходил, как к соседу, где-то соли. Я говорю, как к соседу, какой может быть этот Солидарный пикет? Так ответил. Все провокационно, но мягко стелили. Они не нажимали. От самого активиста вестей целый день так и не было. Поэтому родственники написали заявление в полицию о его пропаже. Подозревают, что его похитили силовики. Ранее Османа Белялова уже задерживали и штрафовали за якобы несанкционированный митинг против репрессий. Крымских татар. Гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. МИД Британии назвал лживым интервью подозреваемых в отравлении скрипалей. Об этом сообщает агентство Reuters. В МИД отметили, что Александр Петров и Руслан Баширов являются сотрудниками российской военной разведки. И они использовали токсичное химоружие в Солсбери в марте. В интервью, которое подозреваемые дали накануне российскому телеканалу, мужчины отрицают, что причастные к отравлению скрипалей, говорят, в Солсбери приезжали, чтобы посмотреть на знаменитый собор. Там есть знаменитый собор, Солберевский собор. Он знаменит не только во всей Европе. Он знаменит, я так думаю, даже во всем мире. Он знаменит своим шпилем 123 метровым. Он знаменит своими часами, самыми первыми часами, которые были изобретены в мире, которые до сих пор идут. В эти минуты в киевском мастерском арсенале начинает свою работу 15-я ежегодная встреча ялтинской европейской стратегии ЕС. Участники из 28 стран обсудят актуальные политические и экономические вопросы локального и глобального масштаба. За открытием форума следит моя коллега Любовь Задорожная. Люба, здравствуй. Итак, расскажи, какая там сейчас атмосфера и много ли гостей прибыло в украинскую столицу в этом году? Здравствуй, Станислав. Атмосфера чудесная. Ждут, пока что ждут, открытие, которое должно начаться с минуты на минуту. Ждут, пока откроется площадка прямо за моей спиной. Форум ялтинской европейской стратегии традиционно открывается вечерним приемом. Первым выступит Александр Квасневский. Он глава наблюдательного совета европейской ялтинской стратегии, сокращенно ЕС. И также он президент Польши с 1995 по 2005 годы. За ним слово возьмет мэр Киева Виталий Кличко. Конференции, как таковые, начнутся уже завтра, будут проходить на протяжении двух дней. Вступительную речь завтра утром скажет президент Украины Петр Порошенко. Тема ЕС в этом году звучит так. Будущее поколение всего. То есть, в принципе, будут обсуждать все глобальные темы, которые связаны с будущим. Для обсуждения приехали около 600 политиков, дипломатов, бизнесменов и гражданских активистов, как ты уже сказал, из 28 стран. Многие из них выступят завтра. В частности, это будет бывший премьер Великобритании Тони Блэр, 66-й госсекретарь США Кандализа Райс и президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Начнут завтра с обсуждения комплексной картины будущего, продолжат темой демократии в эпоху дезинформации и вмешательства в выборы. Также обсудят будущее США и Европы, влияние новых торговых войн на будущее мировой экономики и обсудят будущее НАТО. Особое внимание обещают уделить перспективам технологии блокчейн и закончат завтрашний день обсуждением вопроса создания цифрового общества. Отмечу, что форум Ялтинской европейской стратегии – это площадка для обсуждения будущего Украины в глобальном европейском контексте. Его начали проводить с 2004 года. Тогда его проводили по 2014 в таком символическом месте, в Ялтинском Ливадийском дворце. Поскольку именно там в 1945 году дворец стал местом, где поделили Европу. И форум выбрал его для того, чтобы, скажем так, в этом же месте объединять Европу. Но с оккупацией Крыма Российской Федерации в 2014 году форум перенесли в Киев, где он проходит и растет ежегодно. Пока что это все. Мы остаемся на месте. Ждем вступительного слова. Обязательно покажем и расскажем вам в следующих выпусках, что здесь происходит. Станислав. Спасибо тебе, Любовь Задорожная, с Мастетского Арсенала, где открылась 15-я ежегодная встреча Ялтинской европейской стратегии ЕС. Игроки НБА Светыслав Михайлюк из Лос-Анджелес Лейкерс и Алексей Лень из Атланта Хоукс провели в Киеве автограф-сессию для своих болельщиков. Завтра они выйдут на парке Дворца спорта в составе сборной Украины по баскетболу в квалификационном матче чемпионата мира против Испании. Михайлюк уже выступал в составе сини-желтых на чемпионате мира 2014. Тогда, в 17 лет, он стал самым молодым игроком Мундиаля. Алексей Лень за сборную сыграет впервые. Поддержать игроков накануне ответственного поединка приехала и наша съемочная группа. Желающих получить автограф игроков НБА собралось великое множество. В основном это юные баскетболисты. Для подписей дают фотографии, мячи, кроссовки, а то и просто подставляют кисти рук. Святослав Михайлюк – дебютант НБА. 21-летний украинец в испитании клуба «Черкаськи Мавпы» следующий сезон проведет в составе Лос-Анджелес Лейкерс. За сини-желтых играл на чемпионате мира 2014 года. Тогда, в 17 лет, он стал самым молодым игроком Мундиаля. Играл я за сборную молодежную сейчас, за национальную сборную, я бы сказал, это уже новый уровень, больше ответственности. Все-таки играл со сборной Испании за выход на чемпионат мира, и это, я бы сказал, очень важные игры. Алексей Лейнь отыграл пять сезонов в составе «Феникс Санс», а этим летом подписал двухлетний контракт с клубом «Атланта Холкс». В сборной Украины его ждали семь лет, и вот все формальности улажены, и экс-игрок Днепра готов впервые сыграть за команду Украины. В первые годы у меня были травмы, из-за этого я не смог приехать, а потом у меня были проблемы со страховкой, но сейчас я сказал, после того, как я подписываю второй контракт, я обязательно приеду, я это сделал. Настроение боевое, будем бороться до последнего и стараться выиграть, представлять нашу сборную в лучших лучах. Капитан сборной Украины Вячеслав Кравцов в свое время тоже играл в NBA в составе «Детройт Пистонс» и «Феникс Сан». Говорит, Леня и Михаилюка в команде встретили тепло и рассчитывают на их поддержку, тем более, что сборная Испании приехала в Киев без игроков NBA в составе. Все собрались, и состав один из самых сильнейших за всю историю, поэтому будет действительно интересно победы. Такого же мнения начинающие баскетболисты Иван и Игорь. Надо надеяться, надо верить, надо верить в то, что получится, и все получится. Болеть за сборную Украины в матче против одной из самых титулованных команд планеты Испании будем 14 сентября. Начало матча в 19.00 по Киеву. А 17 сентября украинцы на выезде сыграют с черногорцами. Елена Дидух, Дмитрий Борщ, UATV. К этому часу пока что все больше оперативной информации вы найдете на наших страницах в соцсетях, а также на сайте канала UATV.UA. Через два часа итоговый выпуск. Не пропустите и будьте в курсе. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok